Здравствуйте, это программа Честное Слово и я Маруся Загорская. Сегодня я в праздничных бусиках, потому что у меня такая гостья, с которой хочется прям приосаниться. Она расскажет, как верить в себя, но при этом пользоваться фотошопом и спрашивать совета у папы. Оля Грушина. Я хочу быть знаменитой, делай из меня звезду. Переспать с тобой? Пожалуйста. Я пою за большие деньги, ну это типа тысяча рублей. Я сейчас хочу новую машину, на что я буду покупать? Секс не предлагают, еду не дают, за кофе заплати. Вообще, если честно, работа так себе. Нам очень интересно, чем ты занималась всю ночь, что умудрилась опоздать на час к 11. Да, 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 к 11. Да и на самом деле ничего интересного, я просто под утро заснула, у меня такой, такие есть некоторые проблемы со сном. Маруся, я бы так хотела сказать, о боже, я провела эту ночь с таким потрясающим мужчиной своей мечтой, но нет. Нет таких мужчин в Барнауле. Господи, сейчас расплачусь. Сколько ночей в неделю ты вот реально работаешь? Ну, четыре. Четыре ночи? Четыре ночи ты прям полностью, типа там, во сколько ложишься? Пять. Нет, у меня, знаешь, как бывает, я просто не могу долго уснуть, то есть я могу отработать там до 12, а потом из-за адреналина это может быть до трех, до четырех. А если днем, например, есть какой-то вариант, что днем делать? Преподавание. Вокал, да. Ой, вы знаете, с появлением новых маленьких звездочек в нашем городе, которые записывают свои песни, клипы, мне так захотелось преподавать. Я просто поняла, что люди нуждаются во мне, как федагогик по вокалу. Им очень надо заниматься пением. Куда? В кулек или какой-то? Нет, я хочу свою школу. Для детишечек именно, да? Для взрослых. А, для взрослых. Для взрослых звездочек. Слушай, ну на самом деле это же, наверное, сложно, потому что когда взрослый человек приходит реализовать свою детскую мечту, обычно именно за этим идут во всякие вокальные студии, ну как мне кажется, взрослые люди. Он очень требователь к педагогу, он хочет, мне кажется, этот человек, он хочет прям сразу прийти и стать силендион. Конечно, Марусь, мне такие вещи говорили, вот такие звездочки, о том, что я плохой педагог, о том, что я не умею преподавать. То есть приходила девочка, которая просто абсолютно атонична, она вообще не слышала ноты, у нее был очень неприятный тембр голоса, она мечтала петь бьянку. Я ей пыталась объяснить 12 уроков, о том, что, милая, давай научимся петь в лесу родилась елочка. Ей было 27, мне было 21, наверное, 22. Говорю, давай научимся петь вот что-нибудь в лесу родилась елочка по нотам. Она говорит, я хочу петь бьянку, ты плохой педагог. Преподавание не твое. Говорю, ладно, все. Слушай, ты знаешь, что такое в сфере Барнаул? Слово в сфере можно? Это, а, я знаю, это в Твиттере или что-то? Да, да, паблик есть такой. Ты слышала, что они запилили такую историю, которая называется «Откройте какое-нибудь заведение, где не поет Ольга Грушина». Тебе обидно? Нет, я очень смеялась. Просто если человек, написавший эту шутку, а я этого человека узнала, то есть я знаю, кто это, если этот человек считают бар-крыша или там ясная поляна или место пасты неприличными заведениями, значит, его уровень бар-пробка или, может быть, бар-заправка, но мне, конечно же, неинтересно его мнение. Вот, но я очень смеялась, это правда очень смешно. Когда я прочитала вот это вот, я даже не могу это назвать шуткой, возможно, это горькая правда. Я просто вспомнила, что у меня был вот летом концерт в центре Москвы, в Stereo People, и я подумала, что действительно, наверное, вот мое место там, а не здесь. Я поняла, что, ну, там было просто очень сильно круто, там, наконец-таки, собралось там 200 человек, оценивших творчество нашей группы, гру, потрясающий, самобытный, аутентичный, и вообще, мне кажется, что вот, да, да, там, там надо нам быть побольше, подольше. В городе, конечно, таких людей, ну, в нашем, естественно, очень мало, это прискорбно. А почему ты тогда там не осталась? Да, блин, почему это мне осталось? У меня расписано все до февраля следующего года здесь. Я, мне очень сложно, у меня заранее планируется. То есть ты выбрала деньги, да? Конечно, деньги, а на что я сейчас хочу новую машину, а на что я буду покупать? На аплодисменты? Нет, конечно. Как говорит мой друг, Оль, они за горами 35, а что ты здесь сидишь? Вот. А, мы начали что-то говорить про много ли меня или мало. Да. Вот я сейчас даже тебя перебиваю. Да, меня много. Сколько нужно зарабатывать, чтобы не хотеть артистки уехать из Барнаула в Москву, где, ну, намного больше перспектив, чем явно здесь? Давайте я отвечу завуалированно, но, типа, все все поймут. Я зарабатываю здесь столько же, сколько зарабатывают в Санкт-Петербурге, и чуть меньше, чем в Москве. Но мне не нужно снимать квартиру за 50 тысяч рублей в месяц. Вот и все. Блин, я бы хотела, знаете, в какой квартире жить, если в Москве? Ну, типа, за 1300. Ну, вот, в такой. Чтобы это был центр, чтобы там было 4 комнаты. Не знаю, квадратов 200. А, здесь ты живешь, в большой квартире. Да, у нас дом. Ну, в смысле, я с родителями живу. Ты живешь с родителями? Почему мне так смешно? Нет, ну, когда ты живешь с родителями, конечно, это зачатие в Москву. Кто будет варить, борься. Вот именно. У меня мамочка готовит, убирает, стирает, пока Оля пашет днями и ночами. Ну, а чуть-чуть, если повзрослеть, там, я не знаю, на мужчину какого-то раздобыть где-то. Какой-то опыт у меня есть? Ну, я теперь все-таки за качество сражаюсь. Мне нужен хороший парень из классной семьи, который, боже, боже, меня кто-нибудь сейчас заметит, и все, и он напишет мне в инстаграме, скажет, крошка, пошли в кино, я тот самый хороший парень из хорошей семьи. Ну, а сколько ты уже без отношений? Блин. Ну, давайте тогда скажем вот так вот серьезно, прям серьезно. Давайте не будем говорить про отношения, будем говорить про любовь. Вот, не люблю я уже три года. Любовь-кровь, любовь-морковь, ну, как песни-то писать? Надо сказать, что я очень сильно страдала из-за этого чувства, я очень сильно проникалась к партнерам, к своим, у меня их было не один, скажу я вам. Вот, проникалась, очень сильно переживала расставание, и в какой-то момент поняла, что ну, хватит уже. А про написание песен, ну, я вот переслушала, я что-то посмотрела там свои стихи старые, думаю, господи, какое б***ь вообще. Что там, что там у тебя за чувство было к этому человеку, что ты написала такое б***ь. Можно о любви писать по-разному, но я соглашусь с тобой, что без этого чувства очень сложно творчески существовать. Ты бы смогла простить мужчину, если бы он тебя ударил? Как я прощала. Но я и сама била, давайте так, по чесноку, я ломала нос. Я думаю, что не стоит себя сдерживать. Да, блин, я, конечно же, шучу, нет, у меня такой опыт был, но нет, я это не приемлю. Ну, для меня это просто как-то не, как-то вообще, в общем, для меня это вообще не. Ну, то есть это сложно жить с человеком, который может тебя ударить. Ну, я просто себе этого не противаю, поэтому я спрашиваю. Это невозможно. Просто мне было мало лет, и я это допустила. Я всегда очень много на себя брала, и многое допускала. Ну, то есть иногда стоит побыть девочкой, иногда стоит не платить за квартиру, иногда стоит попросить денег у своего парня. Я этого никогда не делала, я всегда все свои проблемы решала сама. И начинала мериться там яйцами с мужиком. Короче, да. Крутость свою вот эту вот проявлять. Было немного обидно. Ему было обидно, да, скорее всего, ему просто было, он чувствовал собой, типа, более какую-то сильную личность. Тебе вообще когда-нибудь предлагали деньги за секс? Мне бесплатно-то не предлагали. Какие деньги? Предложите, пожалуйста, хотя бы бесплатно кто-нибудь. Есть какая-то песня, которую ты вообще ни за какие деньги, вот прям не будешь петь, когда к тебе будут подходить и говорить, мать, слушай, спой, давай. Когда подходит такой дядечка, я знаю, что он закажет, он может заказать какую-нибудь казачью песню, он может заказать расплескала синева, расплескалась, он может заказать любую песню круга, лист по валу, а я эти все песни знаю. То есть ты не отказываешь людям, если человек хочет? Я пою за большие деньги. То есть если, вот если это не входит в твой лист твоего концерта, то за, ну сколько нужно заплатить грушиной, чтобы она запела... Бо, я сейчас так сказала, за большие деньги, прям сейчас кто-нибудь офигеет большие деньги. Чтобы она затянула казачью песню. Ну, казачья-то это кайф. Ну, это типа тысяча рублей. А если что-нибудь... Хорошо, ну, чтобы ты запела откровенную фигню. Ну, вот прям... Блин, я не помню. Ну, все от пятерки, наверное. Слушай, а ты вот в ресторанах поешь, там тебе говорят, слушай, Оля, ты у нас сегодня работаешь, давай в перерывах там, что хочешь. Честно мне так это обижать, что меня никто не кормит? Ну, типа бесплатно. Блин, слушай, ты что разрушитель мифов? Я, может быть, хотела такую работу, тут оказывается, секс не предлагают, еду не дают. Секс не предлагают, еду не дают, за кофе заплати. Вообще, если честно, работа так себе. А на диетах ты сидишь? Нет. Вообще, девочки. Не занимайтесь, пожалуйста, вот... Ой, это слово нельзя? Это под телеком будут показывать? Там нормально, там везде. Не занимайтесь? Да, спасибо. Пожалуйста, девчонки, не занимайтесь вот этим всем, потому что, объясню, завтра вы полетите в самолете, он может просто упасть. И там, возможно, не окажутся эти герои, пилоты, понимаете, которые вас посадят в кукурузном поле. И вы вот эти вот такие вот стройные и красивые, вот эти вот все измученные голодовкой, вас просто не станет. Ешьте, пожалуйста, пасту, ешьте пиццу, ешьте пироженки божественные. У женщины должна быть грудь, у женщины должны быть бедра, у нее должны быть маленькие животики. Ну как без этого? Ну то есть, тебя как бы это не парит. Вообще. Ну просто я бывает, знаешь, там полистываю в инстаграме, в твоем комментарии, и бывает, пописывают, Оля, что-то ты немного себя не держишь в форме. Это такое писали, я сейчас быстро в черный список покажу, мне этого человека, пожалуйста. Есть такая штука, как искренность, и ты можешь, если ты говоришь, что нет, девчонки, вы принимаете себя такими, как есть, а сама искренне переживаешь по поводу того, что там, не знаю, у тебя где-то что-то там, животик или еще что-то, но это будет все равно прочитано. Вот. У тебя есть какие-то такие разночтения? Да, ну-ка, в смысле, я говорю о том, что не надо сидеть на диетах, не надо себе делать вот такие вот губы, как бы, если это не, ну как это сказать-то, не пропорционально твоему лицу, и типа это вообще тебе не нужно, я говорю об этом. Если я в купальнике выкладываю фотографии, у меня, извините, вот такие вот четыре ямы целлюлита на бедре, естественное, что сделаю? Разглажу свою кожу, потому что я не могу, ну типа, я не могу своим телом управлять настолько, чтобы там, выглядеть всегда идеально. Ну вот. А зачем тогда? Ну как бы тогда получается, борьбы-то и нету. Но это фотка! Это фотка! Я же не хожу в вытягивающем белье по улице. Ну понятно, но получается же, что это обман, то есть людям говоришь, блин, девки, давайте будем себя принимать такими, как есть, но на всякий случай немного попу все равно подотру, как бы. Ты думаешь, это обман? Фотошоп. Ну конечно. Чтобы вы успокоились, большую часть фотографий я не обрабатываю. А если бы вот к тебе на бартер пришел, вот он к нам на следующей неделе обещал прийти, хороший пластический хирург, вот. Ну ты бы, ты бы ему сказала, да, давайте что-нибудь сделаем. Нос. Я бы попросила бы просто, пожалуйста, убить. Мне в 13 лет сломали нос, я подралась с пацаном на перемене. Вот я бы попросила бы просто исправить мне перегородку. Ребята, ничего в своей внешности я бы никогда в жизни не изменила. Вот настолько фатально. То есть как бы там, я не знаю, добавить немножечко. я вообще этого не понимаю. Это такой бред вообще, просто. увеличить грудь, просто. Это что должно быть в голове? Вы меня, конечно, извините, но нет, 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 нет. Это же просто такое вмешательство. Тебе будут резать кожу, туда будет что-то инородное вводить. Да вы что, серьезно? Фу. Нет. Мне аж мерзко сейчас. А может, что у меня большие сиськи, вот поэтому я так говорю. Слушай, сколько стоит покрасить волосы Оли Грушиной? Мне кажется... Десятку. Я на днях захотела сделать себе татуировку и потом меня снова отговорили. Меня снова отговорили. Первый раз я хотела сделать татуировку в 14 лет. Это был иероглиф, означающий любовь на пояснице. Слушай, скажи спасибо этому человеку. спасибо мама, спасибо мама, что ты всегда знаешь, что мне сказать. Конечно же, да, тут же еще неотъемлемую часть играет мой папа, который говорит, просто не занимайся чушью вообще. Оль, слушай, давай гипотетическую ситуацию. Давай. В сентябре твой бывший женится. Почему в сентябре, послезавтра? Гипотетическую говорю. Гипотетическую ситуацию. В сентябре твой бывший женится. Вот. У нас в Барнауле очень мало хороших просто артистов, которые на свадьбах выступают. И вот если бы тебя позвали выступить, ты пошла? Бывший, бывшему рознь, кому-то я бы пошла. И пела бы я тоже, я тоже его люблю. Ну, что тебе нужно в парне, в мужчине, чтобы, чтобы ты в него влюбилась? Я сейчас скажу такую фразу, она очень покажется меркантильной. И вообще, даже, ну, короче, я ищу выгоду и комфорт. И в идеале я представляю себе человека, который будет непосредственно связан с творчеством, но не певец. Пускай это будет продюсер, пускай это будет хороший, классный менеджер, коммуникативный, который умеет общаться с людьми. Потому что я не умею общаться, очень вспыльчиво. Да, да, мы поняли, ты не умеешь, да, да, да. Да? Это вообще не твое. это не мое. Или пускай это будет какой-нибудь очень крутой видеооператор или фотограф, который будет мне классно делать контент. Я ищу вот в этом плане выгоду, но который просто будет понимающим и верным. И даже несколько жертвенным. Зачем тебе муж, который будет делать твои фотографии, если ты можешь заплатить небольшие деньги за человеку, который будет тебе хорошо делать фотографии, а мужа можно найти какого-то более... нет. А зачем муж? А зачем вообще муж? Муж это твоя вторая половинка, это человек, который будет с тобой во что бы то ни стало всегда везде. В инстаграме и на концерте. И у вас всегда будет о чем поговорить. Что, если он у тебя фотки не будет делать для инстаграма, ты думаешь, что вам не о чем будет поговорить? Почему для инстаграма-то? Ты говоришь, мне нужен там фотограф или видеокарм? Нет, я же говорю о каких-то больших планах. Ну, типа, это будет просто какой-то, может быть, наш общий бизнес, не знаю. Блин, это так скучно звучит вообще. Да, это вообще скучно. Короче, я очень хочу детей, я к ним не скажу, что готова, но я бы хотела уже сразу двоих подряд. Господи, Оль, ты меня просто, я не знаю, ты просто меня сейчас убиваешь своими ответами. Запомните. Я просто, я не могу поверить ни в одно твое слово. Все, что ты сейчас говоришь, я тебе честно говорю. Я не могу, я не могу поверить, вообще ничему, что ты сказала, ничему, ни про детей. Почему? Единственное, что я поверила, что тебе могут в лоб треснуть. Вот это вот да. Вот это я, как бы, поняла, что это правда. Ты же участвовала в кастингах, да, по-моему, в песни. Их было очень мало. Ну, вот ты в песни, ездила. Там, кстати, неплохие в команде у Тимаси ребята ездили. Вот. А что тебе, что тебе как-то объяснили, вот почему? Объяснили, конечно. Что сказали? Ну, давайте начнем с того, что я прошла до, меня послушал Антон Беляев и сказал, что я божественная. Ну, не так сказал. Он сказал, ты очень красиво и круто поешь. Очень. Присылай на почту свои песни. А я таратан-таратан-таратан-таратара, где же мои песни? Твою мать. А где твои песни? Не было их. Это было два года назад, не было песни. Ну, в этом, конечно. Была одна песня, ну, как бы, у этого было недостаточно, конечно же. Я была на битве хоров. Это, конечно, несравнимый телепроект, но я не люблю. Это... Блин, сколько много этого слова в моей жизни. Вот. А что плохого в телеке-то? Я не люблю соревноваться, вот. Забыла рассказать. Ну, потому что для меня в моем мире все одинаково крутые и все одинаково интересные. Ну, это неправда. Да нет, это же неправда. А когда в телепроект берут абсолютно разных людей, 20 человек абсолютно разных, с абсолютно разными вокальными данными, с абсолютно разной харизмой, возрастом, весом, цветом волос, господи, да, всем вероисповеданием, как они могут между собой соревноваться? Талант оправдывает преступление. Вот, например, Майкл Джексон остается гением, если поверить, что он был педофилом. Блин, какой крутой вопрос, Марусь. Я вообще в шоке. У меня сейчас просто опять это чувство жуткое, крипи, что вот это вот. Я вообще до сих пор не верю в это, то, что он такое мог сделать. Ну, вы знаете, да, что талант, он на грани, гениальность, на грани вот шизофрении какой-то, что у каждого гениального человека есть какое-то заболевание. Психологического плана. Слушайте, да возможно. Блин, ну я считаю его гениальным. Да, да, считаю. Я просто почему-то я боюсь в это верить, я в это не верю до сих пор. Ну, то есть я вообще эту ситуацию стараюсь забыть. Это мне напомнило, а я про нее забыла. Ты бы заплатила 2 миллиона за человека, если бы считала, что его пытаются несправедливо осудить. Однозначно, Гуржуков не представляет опасности для общества, поэтому смысл его держать под стражей. Не вижу никакого. Если бы я зарабатывала за год 60 миллионов, я думаю, что да. Хотя, опять же, нужно подумать. Вы знаете вообще, что я не увлекаюсь политикой или, как это назвать, политологией. Сейчас, да, вот кроме шуток, я вам сейчас объясню. у меня есть друг, который меня просто, ну, я с ним очень много лет дружу, который меня видит всегда на 5 шагов вперед. В этот раз мне сказал следующее. Оль, мне кажется, что у тебя очень, типа, очень много возможностей для того, чтобы вести за собой людей. То есть, нести какую-то идею, а что ты не пойдешь вот в Госдуму? А почему ты не пойдешь там куда-нибудь в какой-нибудь молодежный парламент, например, например, для начала, и не будешь продвигать какую-то свою идею? Почему нет? А что, если тебе заняться формированием даже музыки, каких-то музыкальных каких-то штук на государственном уровне? Типа, я такая, вау, как круто! А я же правда так люблю говорить. Ну, тебе не кажется, что в нашей стране столько проблем какого-то невероятного глобального уровня, что быть депутатом, который там будет что-то продвигать про музыку, это вообще, это даже странно. Ну, то есть, пока у нас люди не могут быть обеспечены нормальной медициной, хорошим образованием, и я не знаю, тупо, например, если человек с онкологическим заболеванием, у нас может три месяца ждать талон на химиотерапию, три месяца для онкобольного, ты понимаешь, что это такое? Это предовор. хорошее, я прочитала книжку «Время колоть лед», Челпанхаматовой, Кати Гордеевой, прочла, где очень хорошо рассказывается уровень обеспечения вообще в России аппаратами, больницами, у нас до 2007 года не было аппарата очищающего кровь вообще, что вы понимаете. Я просто про то, я просто про то, что как вот на фоне всего этого, там я не знаю, заниматься тем, что давайте будем поддерживать IRNB-исполнителей на уровне... Нет, нет, я же не это хотела, я не это хотела, я вообще, я еще не думала над этим, но мне кажется, что я могла бы что-то продвигать. Через 10 лет кем будет Оля Грушина и где? Сто процентов матерью, женой, по-прежнему музыкантом, ну и может быть кем-то в Государственной Думе. Кем-то? Кем-то в Государственной Думе? Разрешите вас проводить вот туда, налево-лево идите? Я буду консержем. Ну то есть ты пока... Ты депутатской работы хочешь заняться? Я хочу вести людей. Пока еще не знаешь, за какую идею. Пока не придумала как. А, ну в ближайшее время я хочу сделать свой вокальный онлайн-марафон, может быть, из этого что-то выльется действительно через 10 лет. Может быть, мои дети будут лучше меня и они будут звездами а я так и помогать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...